Хотелось бы начать с того, что такое вообще бег, физиология естественного бега и в чем отличие процесса бега от шага. Я так полагаю, все люди, которые здесь собрались, они имеют в той или иной мере беговой опыт. Кто-то на уровне профессионалов, кто-то любитель, кто-то, возможно, куда-то бегал. Бега от шага – это наличие фазы полета. Тот момент, когда обе ноги не касаются земли. Так же, как и в шаге, в беге выделяют фаза опоры для ноги и фаза переноса, которую подразделяют на три момента. Один из самых частых вопросов, который задается и тренерам, я встречал, и мне тоже, как реабилитологу, как правильно бегать – с пятки или с носка. Сегодняшние кинезиотерапевты пришли к мнению, спортивные врачи тоже, к тому, что постановка стопы зависит от темпа, с которым человек бежит. Если это легкая пробежка, то механика постановки стопы практически такая же, как при шаге. Для нашего нога небольшая, довольно-таки длительная фаза опора, ну и для нее более короткая фаза переноса. С увеличением темпа приземление идет на середину стопы, на переднюю часть стопы, с касанием пятки и дальше с отрывом. А на каких-то спринтовых дистанциях пятка даже может достигать земли. То есть 100-200 метров до 600 метров эти короткие спринтовые дистанции. Немного непонятный слайд, но хотелось бы объяснить, что все травмы, которые возникают во время бега, они не всегда связаны непосредственно с беговыми нагрузками. Наш организм состоит из мышц, связок, костей, которые на сегодняшний день представляют собой структуру, которая называется танцегрити. Я попытался написать определение, получилось очень запутанно. Но основная суть такая. Наш костный скелет соединен мышцами и связками. И это система, которая при каком-то изменении одного элемента структуры, сдвига или изменения, сообщается всей системе. То есть имея, например, проблему где-нибудь в плечевом поясе, например, можно получить потом проблему, занимаясь беговыми нагрузками, получить проблему с коленным суставом, голеностопным. То есть болеть будет, но первая причина будет не в том, чтобы коленом травмировалось или пострадало. Кинезиотерапевт, наверное, кинезиолог Майерс, Томас Майерс, он разработал систему, то есть вот эту, взял за основу, он ввел это понятие в медицине, в кинезиологии, в кинезиотерапии. Он разработал атлас, он называл анатомические поезда, где определил вот эти связи, которые идут по всем миофасциальным цепям. То есть какие миофасциальные линии связочно-мышечные и где они проходят. На данном слайде представлены самые основные из них, это передняя, задняя и это лутеральная. Если обратить внимание, то как раз то, что я говорил о всем проблеме с брюшным прессом, могут отразиться по цепи, напряжение передастся ниже и проблемы с коленным суставом, с голеностопным могут не заставить себя ждать. Равно как и наоборот. Травмы бывают острые и хронические. Острые это те травмы, которые возникают внезапно на время какого бы то ни было физической нагрузки. Это ушибы, резкое растяжение, разрывы, переломы. Хронические это то, что развивается в течение длительного времени. Причем здесь написано, да, на слайде вы видите, что при неправильно подобранной физической нагрузке это всего лишь один из элементов. Второй важный элемент это неправильно построенные базовые движения. Попытаюсь объяснить более подробно. Когда мы рождаемся, человек, он начинает двигаться. Он каждый день совершает кучу различных движений руками, ногами, телом, непринципиально. Выполняет какую-то физическую работу. Но не все движения у него получаются физиологически правильные. Периодически бывает либо какая-нибудь нагрузка, в которую он был не готов, что-нибудь дернул, поднял. Что приводит к перенапряжениям в одной мышечной группе, к добавлению каких-то других мышц в это движение. И развиваются так называемые патологические паттерны. Когда, ну, самое простое, пример покажу. Например, пациент у меня был, приходит, у него боль в плече. Просишь поднять руку. В норме рука поднимается, если он вперед. Плечо практически не двигается. До 90 градусов оно уходит, плечо вообще не двигается. Дальше небольшой подъем за счет того, что лопатка смещается вперед. Просишь человека поднять руку. Он берет, поднимает и делает движение вот так. То есть, вроде бы, руку он поднял в горизонт, но биомеханика была нарушена. Были включены дополнительные мышцы. В данном случае, если говорить про плечо, это будут трапециевидные, подлопаточные, надосные. И поскольку эти мышцы постоянно включаются в те движения, где они должны включаться, то происходит их перенапряжение, происходит, развивается боль в этом месте. И возникают дальнейшие проблемы. Точно так же и с бегом. Ходьба и, соответственно, бег – это циклическое движение, которое постоянно повторяется. В течение дня, наверное, самое часто повторяемое движение – это ходьба. И получается, что если где-то в тазобедренном, в коленном, в голеностопном суставе, если где-то в пояснице, в грудном отделе какие-то проблемы, которые приводят к нарушению механики шага, следственно, механики бега, то очень скоро у такого человека проявится все. Начинается все просто. С волей где-то локальной. Ну, вроде перестал, потер, легче стало, снова побежал. Но не воздействуя на причину, то есть не устраняя проблему, которая есть, избавиться от этого совсем будет, конечно, невозможно. Самые основные травмы у бегунов. Много вся разных источников информации и перерывов в поисках. Ну, здесь видно. Самое частное, самое известное – это воспаление подвздошно-педренного тракта или хондромолицин от коленника. То, что объединяется одним названием, как колено бегуна. Много кто с ним, думаю, сталкивался. Часто бурсит, локтонит ахиллового сухожилия, ахиллобурситы, большеберцовый синдром и шиит-синдром, перенапряжение мышц голеней вплоть до судорог в ночное и дневное время, растяжение вывихи граностопного сустава. Будем разбирать туда по частям. Значит, колено бегуна. Причина? Ну, даже не знаю, зачитывать или и так, в принципе, видно, да? Слабые, травмированные, несбалансированные мышцы. То есть, как правило, это слабость квадрицепса. У нас есть четыре головки, и они могут работать не совсем корректно. Если одна часть больше развита, лучше выполняет свою специальную нагрузку, другая часть хуже. Симптомы. Ну, тут описано, что боль жесткости вокруг подколенной чашечкой, смещение чашечки тоже вызывает боль. Профилактировать это можно путем выполнения силовых упражнений. Небольшую трюморочку. Я, когда занимался в студенчестве бегом, я не понимал, зачем тренер нас выводит в качалку. Я думал, да, лучше побегать, лишний раз пробежаться, это же будет лучше. Потом, когда уже стал врачом, немножечко все это выник в тему с другой стороны, я понял, для чего это было сделано. Тейпирование. Тоже как профилактика. Это может быть не каждый день, конечно. Если делать тейпы каждый день, то не будет смысла в тренировочных нагрузках, потому что тейп в какой-то степени может облегчать работу мышцы своей. Но в рамках соревнований, когда ты уже работаешь на результат, и приходится выжимать из организма все, что есть, то тейпирование может дать хороший поддерживающий эффект. Сразу предвосхищаю вопросы. Часто просто меня спрашивают, а можно ли накладывать тейпы самого? Можно ли вот купить? Скажите, как наложить? Я себе наложу, и все будет замечательно. Мой ответ – можно, но бесполезно. То есть, если хочется заклеить себя красивым пластырем ради узора, можно. Если хочется, чтобы это было не просто какой-то рисунок, а это еще и работало и помогало, тогда нужно обращаться к специалистам. На сегодняшний день школы тейпирования развиты довольно-таки сильно, и техник наложения тейпов, которые устроятся на том, что диагностируется проблема, то есть выискивается, какие мышцы напряжены, какие ослаблены, где есть слабость, где какие-то воспалительные реакции, подбирается техника наложения тейпов, потому что их тоже четыре варианта. И, соответственно, дальше уже специалист накладывает тейп, и человек, в принципе, даже имея какую-то проблему, может ее решить. Из опыта у меня была одна пациентка, которая занималась спринтом, то есть диагностика 100-200. Елена была их на соревнованиях, и у нее были адские боли по ноге. Ну, просто, а я надо было выступать как-то. Отвели ее к специалисту, он ее посмотрел, и вот как раз на эти три дня соревнований он ее затейпировал. Ну, она выступила, говорит, не хуже, чем в прошлый раз, когда ее чуть не беспокоило год назад. То есть эффект действительно есть от грамотно-правильного ложного тейпа. Лечение колена бегуна, в первую очередь отдых. Ну, кстати, почти все вот эти вот, которые будем разбирать травмы, часто встречаемый первый пункт программы лечения, это отдых. Холод, голод и покой. Дальше. Ортезирование. Опять же, если есть значительное воспаление, то для того, чтобы разгрузить при обычной бытовой нагрузке, при ходьбе сустав, одевается ортез. И нестероидные противовоспалительные средства. Всем понятно, что такое. Это обезболивающие препараты ксифокам, там мелодранат и так далее. Другой вопрос у меня следующий. Правильно ли я понимаю, что когда я диагностировал сам у себя какую-то хроническую травму, когда я думаю, я просто тут, ну, в маленьком про меня истории, я была похожа в России, начал заниматься, так что он уже потом болит, перестал заниматься, неделю что-то ткнул, как его на ПВС, учредил, боль прошла, начал ходить. Это правильно? Или обязательно, перед тем, как снова начать тренироваться, лучше посоветовать заседанным человеком за образование? Ну, диагностировал сам. Покой вам принес облегчение, то есть, все легко купировалось. Возвращаясь к нагрузкам, важно не начинать сразу тренироваться в том режиме, в каком вы тренировались до травмы. То есть, только симптомы пропали, я могу там начинать в 10-20-30, быть, потихонечку, потом лечить, да, то есть, да, да. Здесь, я всегда за что выступаю, здесь должен быть грамотный тренер, который будет вас вести, который, исходя из того, что вот была такая-то проблема, он оценит, ваши возможности функциональные и подберет вам нагрузку так, чтобы вы себе не навредили. Плавно ведет вас в этот процесс. Если это все начинает повторяться, то есть, только вы даете нагрузку, повторилось, снова ушли там, на 2 недели отдохнули, насколько-то, только дали, повторилось, тогда имеет смысл. Если уж сильно не хочется по врачам ходить, то можно немножко подождать, это не такая ситуация. Так, мышцы бедра. Ну, все, наверное, имеют примерное представление, да, как у нас устроено тело, как у нас, какие основные мышечные группы у нас есть, к чему этот слайд был здесь. То есть, то, что мы говорили, вот причина. Слабые, травмированные, несбалансированные мышцы. Вот мы смотрим. Квадрицепс. Идеальная головка, интермедиус, латеральная. Вот. Получается, при слабости, например, с одной стороны, латеральной порции, имидиально у нас лучше работает, наколенник может утаскиваться в сторону. Он находится вот в этом сухожилии, к которому крепятся мышцы. И при сгибательно-разгибательных движениях наколенник не будет скользить по тому каналу, по которому он должен. Постоянно будет провоцироваться здесь такой стресс, стресс-конфликт, называемый, связочек. И здесь будет возникать болевое ощущение. Дальше развивается воспалительная реакция. И все то, что было вышеописано. Все, кто бегает, все, кому ставили технику бега, все знают, что очень важный момент занимает работа стопой, работа в глянстопном суставе. Икроножные мышцы выполняют очень-очень важную функцию. В принципе, когда мы стоим, они не дают нам упасть вперед. При беге толчковая работа стопой строится тоже за счет икроножных мышц. Соответственно, при увеличении объема бега и при больших, пролочных нагрузках бег в гору, когда нагрузка именно на глянстопный сустав и на икроножные мышцы увеличивается, частенько возникают вот такие явления, как нитахилово-сухожилие. Вот ахилово-сухожилие, на которое постоянно нагрузку и вот в месте прикрепления сухожилия к кости вот здесь или за ним возникает воспаление. Часто еще дополнительным фактором для развития этого процесса является неудобная обувь. То есть, неудобные и тесные кроссовки, которые давят где-то, может быть, местами натирают. Это вот проблема будет здесь. Симптомы. Это постоянная боль. Поскольку боль постоянная, то не заметить ее очень сложно. Болезность в месте прикрепления сухожилия. Возможно, какие-то опухоли. Это если отек какой-то будет скапливаться, жидкость воспалительная за ахиловым сухожилием. Если присмотреться, здесь вот так синеньким помечено, здесь есть небольшое пространство, в котором в норме сухожилие скользит. Сумочка там небольшая. При воспалительных реакциях в этой сумочке начинает скапливаться жидкость. Соответственно, она увеличивается в объемах, начинает давить, все начинает болеть. Значит, предотвращение. Часто это бывает при перенапряжении икроножных мышц. Получается, что они укорачиваются и, грубо говоря, стопа стремится быть в таком положении. Но поскольку во время работы мы приземляемся на переднюю часть, то есть у нас должен быть полный диапазон движения, а мышца укорочена, тянется сухожилие, то оно начинает травмироваться. Травмируется, травмируется, травмируется. Чтобы это профилактировать, нужна разминка. Разминка и растяжка перед тем, как провяжаться, ну и заминка и растяжка после того, как закончили тренировку. Опять же, кинезиотейпирование. Тейпирование может здесь снять мышечный тонус, уменьшить его, может также убрать отек, если он есть. Вот. При воспалении холл в голову покоя-то понятно. Если боль развивается, ну такая уже нестерпимая и беспокоит не только во время тренировки, беспокоит еще и после и не приносит облегчения, ни разминки, никакие, ничего, есть смысл, конечно, обратиться к доктору, потому что может потребоваться, помимо противополитных лекарств, может потребоваться еще инъекции препарата в область прикрепления этого сухожилия. Частенько водят глюкокортикостероидные препараты, чтобы купировать воспаление, но до этого лучше не доводить, потому что влияние этих глюкокортикостероидов до воспаления не снимают, длительное, хроническое, очень сильно развитое. Они помогут, боль уберут, но они влияют на сухожилия самым лучшим образом. Получается, что если часто прибегать, укольчик поставили, не болит, но многие этим грешат, что легко же можно прийти, шурнуться, две недели еще бегать. Если часто водить эти препараты, то сухожилие истончается, оно теряет свою структуру, становится более рыхлым и можно порвать ахилл. а, соответственно, измененное сухожилие сшивать хуже прогнозы. Ну, и, естественно, длительная, более длительная реабилитация, не в факт, что вернешься в спорте. Мне, думаю, очень интересно узнать, почему холод является вискоском предотвращении. Какова физиология этого лекарства? Ну, это не лекарство. То есть, холод нужен только вот, если при первом появлении симптомов, да, в первые буквально там 30 минут имеет смысл ввести холод для того, чтобы уменьшить приток крови в эту зону, ввести капилляры, чтобы не дать развиться воспалению. Если у нас возникло уже, то есть, болит несколько дней, потом мы будем это морозить, то толку нет никакого. Холод меньше, то есть, это чтобы уменьшить отек в этой области. Для этого нужен холод. Сразу после травмы? Сразу после травмы? То есть, ну, сразу после, после тренировки тоже может равно чаще, то вот сразу после травмы накладывается. Про лонтарный посты сейчас расскажу. Это когда болит под стопой понизу. То есть, чтобы было понятнее, вот у нас стопа, вот у нас подошвенная поневроз, который тянется от пятки и до пальцев сухожилия идет. Ну, плотное связочное образование. При перегрузках, при бегу, там, потвердый поэрис, сказано, да, получается, что идет перегрузка на мышцы, начинают тянуть за этот свод и, по сути, ну, напрягается. Постоянное напряжение, постоянная травматизация, как результат всего этого, это боль. Если посмотреть вот сюда, например, человек бегает, у него есть перенапряжение в угроножных мышцах, предположим, но он об этом либо не догадывается, либо не вращает внимание, но ахилл у него крепкий, тут все хорошо, каких-то проблем не возникает, но вот это перенапряжение, которое есть здесь, может уйти дальше, тянуть за фасцию. И тогда здесь уже, учитывая то, что нагрузки он не прекращает, вечером лег, поспал, там какие-то микротравмы, разрывы более-менее сцепились, утром встал, без разминки побежал, снова все травмировал, снова стопы заболели. Плантарный пассет, чем он еще опасен, то есть начинается все с того, что просто есть боли, боли и при нагрузках, боли и при ходьбе, но если этим не заниматься, если не скорректировать накруточный план, не добавить растяжек и так далее, то может все привести к развитию такого заболевания, которое в народе зовется пяточный шпор. По сути, пяточная шпора это что? Это вот здесь, там где начинается обоневроз подошвенный, вот тут, происходит обезусление вот этой части сухожилия. Оно теряет свою эластичность и получается, что в каждый момент шага, в каждый момент бега при контакте с лопной поверхностью с ровной, с жесткой, это место травмируется. Там на рентгене видно такие прям шпоры, развиваются костные разрастания, остеофиты, которые в норме, которых быть не должно. Их появление нарушает эластичность, эластичность в целом всего этого апоневроза, нарушается механика стопы. Ну и дальше воспалительная реакция и пошли, поехали. Лечится стельками, ударно-волновой терапии, физиотерапии, массажем. Главная задача при развитии фонтарного пасцита это купировать воспалительный процесс. А после этого, учитывая то, что если есть фонтарный пасцит, то начинаются проблемы с водами стопы. Мышцы не способны поддерживать, и до изменения биомеханики идет, потом подбираются корригирующие стельки в принципе во всеобувь. В спортивную тоже обувь, в обувь, в которой ходишь везде. Для того, чтобы профилактировать на будущее. Вот, возвращаясь к сводам, кстати. Всем известно, что такое нормальная стопа. Как это выглядит? Когда человек стоит, у него линия, ну, так, хило сложили, получается, да, и выше, средняя, средняя овощи голени, они параллельны. Гиперпронированные или варусные стопы, это когда человек стоит на внешнем крае стопы, что называют U-образные колени. И плоскостопие, то, что не очень хорошо для бега, в принципе, но это тоже не очень хорошо, но это еще хуже. Вальбусная деформация глиностопного встава, когда стопа заваливается вовнутрь. Вот эти ситуации, все, думаю, знают, что есть кроссовки, которые там с гиперпронацией, с гипопронацией для коррекции как раз вот этих вот нарушений у людей. Но надо понимать, что спортивные кроссовки, где это заложено, они могут до конца не скоррегировать вот эти вот изменения. По-хорошему, если есть какие-то проблемы, это надо идти к ортопеду, чтобы он уже оценивал состояние стопы, оценивал состояние аппарата и подбирал корригирующие стельки, которые будут выводить в норму. Если бегать постоянно, заниматься нагрузками беговыми, имея вот такие нарушения, то очень легко добегаться до разрыва связок, растяжения и разрыва, потому что здесь нарушение постановки, нагрузки довольно-таки, ну, бег это довольно-таки большие нагрузки, как мы тренинг всегда говорили, самый лошадиный вид спорта, пашешь и пашешь, то вот эти вот места здесь, вот тут связки просто не выдерживают. У нас у человека нету латеральных стабилизаторов голенстопного сустава, таких мощных, прям хороших, чтобы они держали, поэтому легко довольно-таки можно подвернуть стопу где-то куда-то неправильно встав и, соответственно, подверг, а здесь, получается, он постоянно находится в состоянии подвернутом. В итоге связочный аппарат может не выдержать. помните, может быть, не знаю, как в детском садике еще много на краску, много на листик. Если вот здесь соотношение, получается, самые узкие части и самые широкие части, если оно, ну, его практически нет, то есть, ровная стопа, наши проблемы выражены. Обычная, как правило, плоскостопия третьей степени. Это желательно уже идти к ортопеду и коррегировать. Но у взрослых людей, если у них такой рисунок, это никогда не бывает безболезненно. Это всегда сопряжено боль, ноги устают, ноги затекают, отекают, опухают и так далее. Варусную деформацию самостоятельно диагностировать, конечно, сложнее, но она, наверное, пореже встречается. здесь, вот эта полосочка очень-очень тоненькая, перенапряжение мышц голени. Опять, причина только, причина вынесена одно, неадекватные беговые нагрузки, когда эти люди не подготовлены, делать слишком большие объемы или делать те работы, которые для них пока делать рановато. Симптомы? Боль в агроножных мышцах, под коленом, судороги. Предотвращение понятно простое. Опять же, разминка, растяжка после пробежки, в лечении, массаж, физиотерапия. Здесь тейпирование может идти как метод лечения, потому что хроническое мышечное перенапряжение тейпами можно снять. То есть, уменьшаем нагрузки, накладываем тейп с послабляющей коррекцией для того, чтобы тонус мышцы убрать и отпускаем пациента. Тейп меняется где-то раз в 3-4 дня. В принципе, курса в 2 недели обычно достаточно. Мышечный дисбаланс. Про слабость стабилизатора чуть выше говорил, что связки у нас не это появится пассивными стабилизаторами, они как таковы, мы не можем их на почве расслабить, но чем чаще, если чем больше выехал было в анамиде, тем слабее связки будут держать, они будут больше перерастянуты. Мышечный дисбаланс. О чем речь? Мышцы, ну, это сухожилие, проходят мышцы, которые являются как раз медиальными, с этой стороны проходят, которые являются латеральными стабилизаторами. То есть, это мышцы, которые отвечают за фронацию и супинацию в голеностопном суставе. но они работают больше со стопой с пальцами и поэтому они сами по себе не являются мощными стабилизаторами. Способ для укрепления, для тренировки этих мышц, чтобы голеностопный сустав был более стабильным, это работа на нестабильных платформах. Видели, не видели, не знаю, такие надувные подушки, например, как вариант, на которые просто вставать ногой и удерживать баланс. Это помогает профилактировать как раз какие-то вывести в голеностопном суставе. Понятно, что те, кто бегает на дорожке, на манеже, у них условия более идеальные, у них все ровненько, все хорошо. Кто занимается трейлом, там всегда есть риск наткнулся на что-то непонятное. Ну и вот здесь уже, чтобы ваш организм это мог переварить без травмы, дополнительная подготовка, конечно, была бы желанинна. Тейпы, опять же, с функцией коррекции, то есть здесь уже не послабляющая, а здесь стабилизирующая, то есть есть методики стабилизации дополнительных голеностопного сустава. Лечение. Ну, вывихи, там обычно лечится холод, голод и покой, то есть опять же холод в первые 30 минут для снижения отека, шина или ортезирование для того, чтобы минимизировать движение, чтобы поскорее восстановились, связки. Покой, для того, чтобы не давать нагрузки, ну, пара недель, можно, опять же, нестероидный противовоспалительный препарат попринимать, чтобы боль поскорее прошла, отек уменьшился, потом потихонечку возвращаться к нагрузкам. При разрыве связочного аппарата медключением только один пластика связок. Только хирургия, там ничего другого не поможет, сами собой не срастаются. На сегодня в ортопедии спортивной травматологии они выделяют три степени надрыва связок. То есть, первая это до трети, вторая это две трети связки и третья полный разрыв. Ну, примерно так. Часто, мы вот с хирургами работаем, часто пациентов, которые приходят с первой степенью разрыва, то есть, надрыв до трети получается связки, диаметра, часто мы берем их на консервативное лечение, потому что статистически описано, что есть случаи, когда срастается. Формируется рубец в этом месте и все срастается. Но если надрыв наполовину связки или больше, то здесь, как правило, консервативное лечение уже не помогает, здесь нужна хирургическая коррекция. Это решается с хирургом, который оценивает снимки МРТ, оценивает функцию, там есть специальные тесты на нестабильность сустава. Если есть довольно-таки выраженная нестабильность сустава, то хирургия. Единственное, что еще хочу сказать, что хирургия на сегодняшний день, конечно, шагнула довольно-таки далеко вперед, но у меня часто бывают пациенты, особенно спортсмены, этим грешат. Я не знаю, почему. То ли они врачи не слышат, то ли врачи им плохо объясняют. Они оперируют себя, допустим, связки, им нужно установиться. Они приходят и говорят, здравствуй, доктор, мне нужно через месяц на соревнования установить меня, пожалуйста. я говорю, здравствуйте, но работать мы будем месяцев 8, если говорить, например, о голеностопном суставе. Очень долгий процесс реабилитации после хирургического лечения, потому что, по сути, после того, как проводится операция, сначала дается от 4 до 8 недель полного покоя и мобилизации для того, чтобы связки могли срастись полностью, чтобы не произошло отрыва трансплантата, а потом начинается постепенная разработка движения. Вот, считайте, нам с нуля потихонечку, потихонечку, потихонечку восстановить объем, восстановить тонус всех мышц для того, чтобы человек не дадав нагрузки и снова не травмировался, потом восстановить правильную биомеханику движений, чтобы он не хромал там, как попало, а шел правильно, соблюдая вот именно все все правильные паттерны. После этого переход на спортивные нагрузки, когда мы начинаем активно устанавливать тонус мышц и их функцию в плане силовые уже какие-то упражнения. После этого, когда вы установили общий тонус, общую силу, мы даем специальные тренировки, добавляем, только после этого мы выводим людей уже на тот уровень, ну, отпускаемых, заниматься тем, чем они занимались в тех объемах, в которых они занимались. Стресс-переломы. На моей практике не часто встречалось, вот, но видел, причем в случае был вообще удивительный. Парень примерно моего возраста вышел на пробежку. Пробежал он, ну, не торопясь, то есть он прям спортсмен, ничего, он так для себя в темпе 6-0 на километр пробежал километра 3. Последний день приходит, у меня, говорит, нога что-то болит. Ну, думаю, ну, может, с непривычки что-то, как бы, успокоит там, погрешили сначала, то есть на перенапряжение, ну, передней части стопы, то есть тоже бывает, что там, как-то, потрудился, он такой, нет, пойду, говорит, МРТ сделаю. Пошел, сделай себе МРТ, свежий перелом, стресс-перелом плесневой кости второй. Но у него такая история, конечно, он в свое время, когда ему было лет 17-18, занимался в тержевом обзоре и употреблял некоторые препараты, чтобы поскорее массой набрать. Вследствие этого получился вот такой стресс-перелом. Вообще, конечно, стресс-перелом это должны быть длительные хронические перегрузки. Чаще всего, конечно, бывает травматизация каких-то плесневых костей или пяточная кость может быть вовлечена, но иногда может попасть и кости голени под это. Поэтому здесь превращаетесь опять же кроссовки с хорошей амортизацией, особенно если по технике люди не справляются и своих сил не хватает, чтобы правильно выполнять беговую работу. Но лечение понятно, что мы, если у человека есть перелом, то мы гипсуем или ортезируем на сегодняшний день после снятия мобилизации. Ну а для срастания каких-то переломов 8-12 недель обычно дается, потом разработка движений и снова восстановление путем УФК, физиотерапия. Повреждения менисков. Это для людей, которые занимаются бегом, на самом деле, далеко не частая проблема, вернее, практически всегда редкая. чаще всего если у вас вдруг будет выявлено повреждение мениска, то вы его получили не занимаясь бегом, а где-то когда-то давно может быть упали, ударились, что-то еще когда травма была. Типы повреждений мениска, которые бывают. Разрыв, каким бы он ни был, если он был небольшой, то он может зарубцеваться до определенного момента. И этот рубчик, он как бы там так и будет. При определенных нагрузках, если нет подклинивая, нет каких-то болей, нет ничего, с этим можно жить, на этом можно внимания не обращать. Это не создает какую-то проблему. По поводу менисков, с ними имеет смысл что-то делать в плане какой-то хирургической коррекции, если они начинают мешать функции коленного сустава. Первое, это боль. То есть боль при движении, причем боль постоянная, при любом движении. Второй момент, это подклинивание. То есть когда у нас ситуация, что-то типа вот такого, например, отрыва, или вот такого, ну даже такие сложные разрывы тоже, в эти части они могут подворачиваться. Им коленочку сгибаешь, разогнуть не можешь, как что-то мешает, подернул, раз встала. Это те повреждения, которые в принципе несовместимы с какими-то спортивными нагрузками и даже плохо совместимы с обычной жизнью, с обычной бытовой-то какой-то ходьбой, например, чем-то еще. Смотрите, на тему стираются мениски, стираются колени, у нас все стирается в организме. Мы родились и начинаем потихонечку стираться. Мы сначала растем, конечно, развиваемся, но в итоге все заканчивается одним. Возрастная инволюция и до свидания. Все вот эти изменения, которые накапливаются сложенством в организме, они будут у всех. Независимо, бегает человек или человек сидит на диване. Он даже шевелится, не будет, все равно изменения будут. Стирается это, конечно, бытовой термин. На самом деле происходит просто изменение структуры. То есть все вот эти образования менисков, межпозвонковые диски, например, что-то еще, хрящи. Это ткани, которые несут в своей структуре гидрофильный компонент. У них их функция это амортизировать. Амортизация при ходьбе, при беге, при прыжках, чтобы не было чего жестких нагрузок, они все это амортизируют. С возрастом мы все равно пользуемся собой, мы ходим, мы бегаем, не знаю, сидим, падаем, скачем, что-то еще делаем, в общем, двигаемся. И с возрастом просто происходит дегидратация всех этих элементов. Все, они теряют свою эластичность, теряют свои эти свойства. Есть люди, которые бегают из 50-60-70-80 лет, и никаких проблем это им не доставляет. И смотря на то, что если его следовать, у него будет то, что такое же артрозные изменения, мой стеохондроз, что-то еще с возрастом, не нужно бросать физические нагрузки, нужно просто их адаптировать под то, как меняется твой организм. Изменения у кого-то выступают быстрее, у кого-то медленнее. понятно, что если артроз третьей степени, колено не гнется, но ты не будешь бегать. Ты ходите нормально, не будешь, у тебя будет все болеть. Но вот эти классические изменения, дегенеративно-дистрофические моменты, как их называют, в общем, целом объединяют наши западные коллеги в эту группу заболеваний, они есть у всех. И правильно подобранные нагрузки, они позволяют, в том числе и беговые нагрузки тоже, они позволяют наоборот увеличить слог службы ваших состав. То есть здесь важно просто будет выбирать объемы беговые, поверхность, обувь, техника. Ну, то есть все вот это вместе взятое и говорить о том, что если ты будешь бегать, ты обязательно будешь страдать, мучиться коленками, в 50 лет у тебя будут все протезы, но это неправильно, конечно. Про диагностику и прочее. Диагностика выражения мениска это первое тесты, который проводит область травматологии ортопеды, потому что им решать оперируйте или нет. Второй момент это МРТ. На МРТ если пойти сделать МРТ, нам всем процентов 70 из нас наверное получится в описании какое-то дегенеративное изменение мениска такой-то степени. Как правило, с чем это связано? У нас очень сильно возросли мощности диагностические нашего оборудования и мы видим какие-то изменения на начальных стадиях, когда они еще не несут в себе каких-то несут за собой нарушений функциональных. то есть по сути это есть но жить не мешает. такая еще вот вещь грыжи-шморля есть такая рентген-находка. Но пациенты люди вообще кому это находят они же любят читать что там написал диагноз мы сделаем арте поясницы приходят у меня аж 4 грыжи-шморля ну и что? это такая вещь которая она есть и есть и она никаким образом не влияет на функцию суставов здесь межпозвонкова непосредственно поэтому какие-то изменения менисков это повод задуматься о чем? повод задуматься если они есть повод задуматься о том чтобы подобрать правильную экипировку потому что мениски не любят жесткие силы нагрузки то есть если их постоянно втыкаться в бетон пятками ну конечно можно спровоцировать хотя вообще функциями низко изначально это гасить удары это амортизировать но если есть возможность у нас на сегодня есть кроссовки которые гасит и амортизируют подошвы чем бы не поможет саму организму почему бы не облегчить работу а если у нас более при какие-то изменения найдены например боли появляются на нагрузку значит ситуация чуточку хуже то есть поврежденный мениск при нагрузке может воспалиться в этом месте упреждения развивается какая-то воспалительная реакция что приводит к боли к ограничению движений вот соответственно если боли есть и боли только на нагрузку они постоянные нет никаких блоков никаких подклиниваний то здесь консервативное лечение помогает это физиотерапия для купирования всех этих отечных болевых синдромов массаж для того чтобы мышечный тонус выправить чтобы отток улучшить лучского снабжения состава и гимнастика для того чтобы опять же проработать еще раз любительные стереотипы если же боли постоянно или функционарушно то там хирургия 4-6 месяцев после хирургии в принципе на восстановление на полное восстановление когда я говорю эти сроки просто пациент так обычно пугаются 8 месяцев 6 месяцев это тот срок через который можно будет делать все то что вы делали до операции и последнее что набегу ну только рады что были на столкность сустав наверное возможно это разрывы связок честно говоря не видел ни одного бегуна никогда чтобы он я говорю бежал-бежал вдруг у меня связка порвалась это все-таки чаще это удел тех кто играет в футбол баскетбол это виды спорта которые сопряжены с резкими остановками ускорениями и резкой сменой направления плюс контактные виды спорта ну там легко может травмироваться но по связкам здесь все просто лечение только одно это хирургия и дальше восстановление если у вас доктор посмотрел да говорит у вас там есть надрыв мы отправляемся к терминаме лечения вы попадаете в руки реабилитолога и он вас курирует то есть получается что сначала у вас там будет покой две ну две четыре недели потом вы начнете заниматься базовыми упражнениями гимнастикой и здесь есть период функциональных тестов выполняя которые или не выполняя реабилитолог уже решает переходим мы на следующий уровень нагрузок или не переходим у меня в городе вот здесь что-то громко-громко щелкает и я ну я и голевых ощущений не испытываю что-то я чувствую я бы хотел спросить можете ли вы предположить и показать что это может быть на сегодняшний день есть три если я не ошибаюсь теории щелчка щелчковых, хрустов и всего остального ваш вариант учитывая ваш такой богатый опыт различных травм скорее всего связан с нарушением конгруентности суставных поверхностей глиностопного сустава то есть где-то вот конгруентности то есть у меня просто в разрезе нету картинки но вот в этом месте на таранном большеберцовый сустав полупит малоберцовый идет сустав вот здесь где-то из-за травмы произошло повреждение к этой поверхности суставной она неровная и вот эти щелчки которые порой возникают связаны с тем что просто косточка косточку щелк и все есть три теории первое это нарушение конгруентности суставных поверхностей когда они ну в силу каких-то там травм или чего-то еще повреждаются травмируются и поэтому когда заходят друг за друга возникает щелчок вторая это то что у нас в суставе в полости там есть жидкости там у нас есть какие-то как сказать-то теоретически говорят что там есть соли которые переход откладываются и когда мы начинаем их вот шевелить начинаем разбивать эти соли хвостят но нет теории не очень нравится честно говоря мне вот первое и третье это то что у нас суставы кости костные элементы могут немножко смещаться на друг друга и соответственно когда мы начинаем двигаться они были в неправильном положении подстают на месте с таким щелчком звуком и все но мы не берем палатологическую если просто хрустит но нет боли и нет нарушения функций то есть нога сгибается разгибается работает нормально всех вставов то паник панику поднимать смысла нет если возникает дискомфорт боль тогда да это повод уже обратиться к доктору расскажи пожалуйста насколько необходимо не коментозно поддерживать после операционного сустава герут прописывал раз в год какой-то укол на рабочий я как-то пропусил а какой состав был оперирован и что за операция обратных связок пластику делали да но по опыту работы моих коллег с которым сотрудничаем они оперируют я реабилитирую скажем так они обычно ставят препараты вот эти вот гелурон однократно после операции там срок точно я не помню однократное введение и его лучше не пропускать почему потому что все равно процессы пусть даже это была хирургия но это все равно вход и даже это была артероскопическая операция вроде как малоинвазивная методика такая но проникает в пол и суставы там что-то делают там пришивают трансплантант немножечко меняется суставы внутри и тот препарат гелурон его туда вводят для того чтобы как протесты на реальной жидкости то есть вот чтобы нормализовать именно механику движений чтобы было проще вопрос вы про хондропротекторы тогда сказали что это или плохо и могут ли они продлить срок службы по нашим суставам хондропротекторы если взять таблеточку кого-нибудь там ажглотопа выпить ее и на этом успокоиться толку не будет никакого есть просто довольно-таки большая группа препаратов и к сожалению они относятся к препаратам с недоказанной клинической эффективностью вот есть наблюдения исследования зарубежные когда хондропротекторы принимали там не 20 дней покололи и забыли а принимали прям постоянно как бады вот и проблем каких-то не выявляли на людях но это такая редкость тоже не доказано не такие большая выборка чтобы судить с хондропротекторами что не нужно делать не нужно их вводить в полу из суставов а в таблетированной форме по моему опыту от них ни вреда ни пользы особо нет потому что когда мы вводим ну при пара берем таблеточку мы вводим она попадает кровоток начинает везде там разноситься но надо нам что упало в левую коленку например какой процент от этого вещества упадет именно в левую коленку чтобы там чего-то напитать это первое второе кровеносные сосуды кровоснабжения коленного сустава устроено так что сам хрящ непосредственно сосуды не заходят не попадают венгелиновый покровный хрящ который якобы вот они должны восстанавливать туда он работа пер стоком крови не попадет там чуточку более сложную систему доставки каких-то веществ потому что через барьер определенный что не вспомню называется по-научному попадает должен попасть в синавиальную жидкость а потом оттуда уже пойти как структурный элемент состав хряща вот так трофик осуществляется это очень такой долгий сложный путь и насколько изменится это вещество которое на пользу таблички афутопа ну никто этим не занимался неизвестно то есть да пиарят но практически к эту пользу я не видел у меня вопрос такой часто в период которых нам хотят прийти задают вопросы в режиме там у меня нет вистообразных связок как же я могу бегать или там у меня я лечил нениск у меня там неизвестно не активнее ну разные вот такие не совсем медицинско точные наверное диагнозы насколько это является реальным противопоказанием для занятия любительским демом или это вот способ объяснить себе почему лучше надевались скорее способ объяснить себе отсутствие мениска не является противопоказанием отсутствие повреждениями низкого анамнези тоже не является противопоказанием даже отсутствие крестообразной связки при стабильном коленном стае не будет являться противопоказанием для любительского бега это просто к сожалению грудь доктора любят запугивать чтобы чего-то люди там не наворотили и поэтому город вам нельзя у нас все что заболело колено все бег исключить поэтому на самом деле нет здесь нужно просто разобраться изначально посмотреть с чем человек потому что если у него проблем может быть далеко не в этом самом коленном составе может быть следствием до что когда-то где-то были проблемы в другом месте из этого поменялась механика прошага он травмировал я там с детом связку там твоим тусовыми низк на соберется вроде пролечился но паттерн измененный остался мышцы могут быть неправильно развиты негармонично естественно это все было приводить к проблемам здесь нужно изначально отправить просто доктору на консультацию он посмотрел уже сказал либо можно ему заниматься либо вот ему лучше не стоит либо потому что есть такие такие то риски либо мы сделать вот эти вещи сейчас подготовиться а потом выходить на занятия здесь было бы желание здравствуйте будьте добры пожалуйста осветить травмы тазобедренных суставов ну конкретно крепление бедренных гостей непосредственно вот немножко можно осветить травма тазобедренных чаще всего проблема возникает из-за перенапряжения вот поэтому мышечной ленте сейчас покажу вот она идет полу латеральный получается мышечной ленте это не столько травма сколько хроническая травма развивается из-за перенапряжения вот этого натяжителя широкой фасции бедра проявляется болью в этой области и боль в этой области плюс ягодичная грушевидная мышцы вот они груши ягодичный вот ведь этот комплекс мышц перенапряжен получается и он болит спазмированные мышцы но мышца болит не тело а боль всегда в точке прикрепления поскольку поскольку крепится они в области вертелем там дискомфорты будет здесь вопрос это нужно эти мышцы расслаблять его приемы пир его приемы мануальной терапии смотреть в чем дело если можете чем быть такая ситуация что это может быть боль в этой проекции но это связано с какими-то артрозными изменениями но это верифицируется уже дополнительный диагностика рентген диагностика делается рентген смотрится смотрится функция объемы движений в составе если по моему все в норме но мышцы не пускает это один момент если у нас по жесткий какой-то костный блок это скорее всего изменения самого сустава тогда нагрузки надо будет вообще пересматривать все дизплазия дизплазии стоительные ткани эта вещь такая системная то есть к сожалению если у вас там стоит человек когда дисплазия это не очень хорошо потому что всегда есть риск травмироваться есть как правило людей диспластов у них абсолютно у них очень сильно растягиваются связки довольно-таки слабые мышцы и очень сильно нарушены механики движения нарушены разные паттерны вот поэтому здесь на по нагрузке нужно очень хорошо варьировать смотреть подбирать чтобы это не перегружала это первое второе много времени уделять именно укреплению мышечного каркаса то есть там силовые работы ну и циклические вещи тоже подбирать или индивидуально с тренером для того чтобы это было в пользование в аренду то есть в принципе заниматься можно но требует определенного контроля нужно при раздельной длины ног здесь нужно понимать чем она обусловлена если это за счет какого-то скошенного таза например это в принципе устраняется путем мануальной терапии нивелируется и можно работать дальше если идет абсолютное истинное укорочение при этом одно бедро там короче другого нет здесь просто причина может быть в разном может быть в том что анатомический скелет по-разному развит с одной стороны кости больше с другой стороны кости меньше это другая причина вот здесь как правило таких людей у них подбирается специальная ортопедическое уже которая не верит в разницу но здесь беговые нагрузки не будут показаны потому что тут ходить не очень тяжело и говорим о том чтобы заниматься бегом то есть если вы спрашиваете про себя конкретно то вам по-хорошему нужно обратиться к мануальному терапевту чтобы он вас посмотрел на наличие функциональных этих изменений склонностью что она есть совместно с терапевтом то есть он если это если есть что-то подправить вместе с кинези терапевтом разобрали вам программу вот такой базового включения на то есть первое это то есть база упражнения для отстройки правильных движений а потом уже на это накладывать силовую нагрузку и потом на это уже беговую и так далее